Приветствую вас, друзья! На канале есть вопрос и сегодня я хочу с вами поговорить вот об этих интересных конструкторов. На самом деле, в нашем городе каких конструкторов только нет, робототехнических, и многие задаются вопросом, а зачем мы их столько берем? На самом деле, всегда хочется чего-то нового, остановиться сложно, а если финансы позволяют, ты это делаешь до бесконечности, я имею ввиду, что покупаешь их, и функционалов каждого так и не понимаешь, но давайте сегодня рассмотрим каждый из конструкторов на примере одного из соревнований, который стал проводиться в нашем городе. Это простое соревнование, называется чертежник, его сейчас выполняют на конструкторах ввиду главной, вот так они выглядят, напомню, кто не видел, сегодня мы его кусаться не будем, но это взрослое, на самом деле, такое состязание, которое проводилось на его третьих, то есть оно сейчас пришло до детей. А мы с вами попробуем выполнить то же самое, проехать, вот нарисовать, соединить вот эти кругляшочки домиком с помощью других конструкторов, таких как набор Matata Lab, набор используется для изучения алгоритмизации, можно рисовать и можно создавать музыку. Второй набор RoboUnderkind, это быстросборные роботы с огромным количеством датчиков. Наборы шикарные, легко управляются, легко программируются, так же как видушки, просто мы драк-н-драк перетаскиваем нужные плиточки. Недавно снимали обзор про вот этот набор Arty 3000, вот здесь будет ссылочка на него. Это рисовальщик, прямо его стихия, можно так сказать, и набор для изучения алгоритмизации робот-ботли, вот такой веселенький. Посмотрим, можно ли с ним пройти хотя бы часть испытаний или включить его в часть подготовки к этим испытаниям. Итак, друзья, посмотрите, что же нужно сделать нашим, так сказать, конкурсантам. На поле нанесены кругляшочки, нужно соединить их линиями, просто по периметру проекта. Если черные соединили, это круто. Если вокруг красных линий, да, не вышли за пределы, это тоже хорошо. В идеале мы еще будем засекать время. Ну, точнее, мы этого делать не будем, это делается на соревнованиях, нам бы просто это произошло. Если робот справляется с этим испытанием, то мы считаем, что он служит для подготовки к соревнованиям. Если не справляется, то подумаем, что с ним можно сделать. Итак, погнали! Мы взяли набор Matata Lab. Напомню, как он работает. У нас для управления есть такая башня управления, собственно, на ней большая кнопка и с помощью камеры распознаются движения. Есть вот такие стрелочки, то есть кнопок у нас никаких нет, у нас стрелочки. Все, что я выложил здесь и указал необходимое количество повторов, у нас считывает башню управления, передает команду исполнителю, исполнитель движется. Надеюсь, я понятно объяснил. Итак, убираем башенку, достаем маркер, ставим нашего робота в начальное положение. Вот так. Ставим фломастер. Смотрите, начинаем запускать. Пока робот будет выполнять, я буду рассказывать, что тут происходит. Проблема этого набора для выполнения текущего задания в том, что мы ограничены количеством вот этих приточек. На самом деле, большие программы, чтобы выполнять, мы можем использовать циклы, но в данном случае использование их неприменимо, потому что у нас, хоть мы и по правилам можем выбрать сами клетку старта, но мы не можем с вами выбрать траекторию движения какую-то там, допустим, звездочка. Нам нужно именно по периметру проекта. А здесь нет одинаковых отрезков, поэтому в цикл нам взять, собственно, пока и нечего. Если мы что-то и возьмем, то сократим минимальное количество. Поэтому все, что мы смогли сделать, используя все плитки, видите, мы где-то развернулись даже спиной и проехали, потому что у нас закончились клетки, точнее, стрелки вперед. И классно, что вы видели, когда двигался робот, у него были все вот эти рывки. То есть мы можем смотреть и считать. Стрелка вперед с цифрой 4 означает движение робота на 4 шага. И это не сплошное движение, оно прерывистое. Это очень здорово, чтобы так сделали. Может быть, даже так технологически легче это именно реализовывать. Дети могут без проблем просто именно подсчетом, да, они еще и математикой-то занимаются заодно, искать проблемы в своих программах. То есть стрелка вперед, начинаем раз, два, три, четыре. Видим, что не доходит 4, да, допустим, на 3. Тогда добавляем, что нужно 4 или 5. Кроме того, в чем еще проблема здесь? В том, что движение все предзапрограммируем. Да, если нам нужно 4,5, так вот мы сделать этого с вами не сможем. Мы проедем именно 4. А здесь хорошо, плюс-минус у нас, видите, по одной прямой совпало. На самом деле, если я робота немножко в сторону отведу и получше поставлю, то он, в принципе, будет останавливаться там, где нам нужно. Мы можем этим манипулировать. Но все, что он смог сделать, вы видите. Подходит ли эта конструкция для подготовки? Да, подходит, чтобы именно изучить алгоритмизацию, да, понять, что длинные программы стоят из кусочков. Если есть где-то проблема, нужно искать ее сначала просто. Это одна из основных проблем робототехников ЮНОР, когда они делают большие программы сразу, потому что их так научили, и они не могут потом найти ошибку. Давайте, берем второй конструктор, это будет робот Ботли, потому что они, в принципе, примерно одинаковые. Посмотрим, на что он способен. Погнали. Итак, друзья, пришло время Ботли. Смотрите, мы на скотч просто приклеили к нему фломастер, посмотрели, что высота у нас подходит. Сразу скажу, какая проблема у этого робота. У него вообще поворотов вариативных нет. То есть 90 градусов и все. Движение вперед, как у Мататалаб, точно такое же. Движение вперед на заранее запрограммируемую длину. То есть ничего дополнительного мы выбрать с вами не сможем. Давайте посмотрим длину первого отрезка и примерно по голове попробуем составить некую программу. То есть как он управляется? У нас есть пульт управления. Вперед это вперед на одну клетку, два раза нажали. Значит, вперед на два шага. В отличие от Мататалаб у нас тут ничего не закончится. Давайте попробуем. Вперед и зеленая. Посмотрим, на какую длину он проедет. Во! И мы с вами точно пролетим заранее. Ну, попробуем сейчас нарисовать квадрат. Сюда мы все равно не приедем. Только если по большому треугольнику, прямоугольнику. А примерно, чтобы он хотя бы как-то у нас попал. Учитывая, что вот этот отрезок нам известен. То есть у нас два будет вперед. Вот так его ставим поровнее. И все, очищаем программу. Раз, два, вперед. Дальше у нас идет поворот на 90 градусов. Два вперед, поворот на 90 градусов. Два вперед, поворот на 90 градусов. Два вперед. Все, ставим программу. Опять же, я считал постоянно. Запоминайте, что математика в программировании очень важна. И без нее никуда. Обращаю ваше внимание на то, что, как он рисует. Да, то есть у него карандаш, фломастер находится не по центру. Поэтому время поворот получается такие узорчики. Интересно. Ну, собственно, сколько-то он закрыл этих квадратиков. Что-то больше мы можем от него требовать? Нет, мы не можем им никак еще управлять. У этого робота конкретно, если мы нарисуем черным маркером, есть возможность движения по черной линии. Научит ли она нас чему-то? Нет совершенно. И начертит ли он по этой черной линии красную линию? Да. Ну, как бы полезно это? Нет. Поэтому этот робот для изучения алгоритмизации с углом 90 градусов. То есть все задания, которые мы даем, 90 градусов и именно квадраты. Тогда это задание, которое мы придумываем таким образом, они будут вам именно полезны. По-другому с ним работать нельзя. Это просто нужно учитывать. Это особенность конкретного робота. У него, у этого робота, кстати, есть датчики расстояния. Все. Робот Ботли у нас на этом заканчивает. И мы переходим к роботу Вундеркинду. Посмотрим, насколько он умный. Давайте. Пришло время робота Вундеркинда. Давайте его запустим. Программка очень легко составляется. Вот так вот она выглядит. Здесь мы тоже можем и скорость регулировать. И все в градусах у нас. Все поворотики влево, вправо, куда хотим. Маркер мы в данном случае зафиксировали с помощью скотча обычного. Можно использовать кубики Lego фиксировать. Проблема, опять же, у нас с колесами случилась на последней точке. Там, где неровность есть. То есть, когда проводят соревнования, имейте в виду, что поверхность должна быть идеально ровной, без стыков. Вот как у нас тут с партой произошло. Получается, что этот робот тоже справился с этой задачей. Даже с неровностью он может ее сделать. Нужно просто немножко конструктив поменять. И все будет проходить на ура. Вопрос какой у нас был. Нужны ли, можно ли с помощью любого робота проходить испытания чертежа? Да, можно. Но чертежник, именно само испытание, нужно, точнее, поле для испытания, готовить под конкретного робота. Потому что какие-то роботы не умеют поворачивать на углы кроме 90 градусов. Какие-то роботы не могут на расстояние проезжать. То есть, они постоянно проезжают точки от точки А до точки Б. То есть, у них расстояние невариативное. Вы не можете на них никак повлиять. Вот. Но робо-ундеркинд, робо-чертежник, если мы видушку будем использовать, его третий уже, они все управляются более тонко. Соответственно, мы можем здесь уже на них повлиять. И совершенно любое поле, которое нам дадут, мы можем под него настроить робот. Единственное, в виду, в наборе базовом идет всего один мотор. Да, соответственно, вы не сможете поворачивать и влево, и вправо, и пройти это испытание. Сможете, но там прямо сильно сложно нужно делать. Не нужны вам такие боли. Поэтому второй мотор вставляем и проходим на ура. Пришло время посмотреть, как себя проведет на поле RT3000. Видео с его обзором я напомню вам, что находится здесь в описании. Давайте покажу вам, какая программка у него есть. Здесь уже у меня есть полный функционал. У меня есть повороты на градусы, движения на миллиметры я могу регулировать. И, соответственно, и программу я тут уже составляю блоками, да, и могу цифры эти менять. Но также мне могу и на другом языке написать на блоке, язык там из Python. Короче, это уже взрослая такая игра. Давайте посмотрим, как он работает. Видите, не спеша робот-чертежник, робот-художник у нас передвигается от точки к точке. Соединяя эти круги, можно линейкой все вымерить. Я поставил здесь 400, надо было где-нибудь ставить 380. Здесь у меня движение 370, можно было и 350 поставить. Ну, соответственно, здесь покороче будет, подрегулировано. В общем, понятно, что это уже взрослый робот, и его стихия – это рисование. Поэтому, конечно, у вас все инструменты для этого есть. И по сравнению с роботом Ботлем от Atalab мы можем управлять почти что всем. У нас нет возможности, вот здесь, смотрите, из-за конструкции колес у нас в том месте неровность, у нас робот поехал в эту сторону. Но на самом деле, если бы он не буксовал, то он соединил бы эти точки до конца. То есть, с этим тоже нужно что-то делать, нужно это учитывать в своей работе. Но, тем не менее, робот-чертежник, художник, как хотите его называть, он для этого создан. Поэтому он проходит это испытание вообще на отлично. Поэтому любой робот годится для прохождения такого испытания, и любой робот очень полезен. Потому что, как вы видели, мы везде с вами считали, не только сидели и программировали, везде нам необходима была математика. Везде я вам что-то проговаривал, соответственно, это развитие речи. Потому что даже доказать своему напарнику то, что ты прав и нужно именно такое количество шагов – это уже что-то у нас доразвивается, коммуникативные навыки. Поэтому, друзья, все роботы достаточно полезны. Мы такие испытания дальше будем проводить уже в другом немножко формате. Банки, например, позбиваем этими роботами, другими. Вы просто смотрите и принимаете решение, какое вам наиболее ближе, что ли, чем вы больше хотите заниматься. Поэтому у всех роботов есть плюсы и минусы, но с ними вы должны определиться сами. Вы были на канале «Есть вопрос», меня зовут Александр. Мне очень будет приятно, если вы напишите какой-нибудь комментарий, поставите палец вверх или палец вниз. И, наконец-то, подпишитесь на наш канал. Это делается достаточно легко. Вот тут кнопочку просто нажмите. Всего доброго, до новых встреч, пока! Субтитры создавал DimaTorzok